Доброго всем денечка! Вы находитесь на канале о недвижимости и не только, и с вами Мария. Сегодня мы с вами поедем смотреть большой красивый дом. Площадь его составляет 160 квадратных метров без террасы и 230 квадратных метров с террасой. Расположен он на красивом участке площадью 10 соток, рядом с золотым квадратом во Всеволожске, где находятся самые дорогие участки во Всеволожске. Едем мы сейчас с вами по Колтушскому шоссе, мимо Микого района Южный. Смотрите, какие тут во Всеволожске красивые дороги. Огромный магазин лето находится у нас рядом с Микого районом Южный. Тут находятся у нас две школы, много детских садов. Смотрите, какая красивая заправка. Такое ощущение, что мы находимся не во Всеволожске, а где-то на трассе М4 Дон. Подъехали к перекрестку Колтушское шоссе и Юное шоссе. Налево у нас район Южный, тут на уголочке у нас магазин лево. А мы с вами поворачиваем направо и проедем тут что-то в районе 3 километров. И окажемся в месте, в котором будем смотреть дом. Дом находится в садоводстве. Садоводство Горняк. Массив Лудное. На самом деле, многие интересуются этим массивом, потому что сам массив находится рядом с микрорайоном Южный, где есть все блага цивилизации. Находится параллельно Золотому квадрату, где у нас находятся самые дорогие участки во всей Улажнике. В Золотом квадрате цена за садку составляет от 600 тысяч до миллиона за садку. И проехав совсем немножко, вы можете оказаться в Массиве Блудное. Когда-то садовые участки там выдавали в основном медикам. И там собралась такая хорошая элитная интеллигенция у нас в этом месте. Здесь у нас ходит автобус. Летом автобус ходит по вот этому южному шоссе до Массива Блудное, до Садоводства. Смотрите, сейчас справа у нас будет поворот. Это у нас улица Грибоедова. На лево она идет на Мельничный ручей к Золотому квадрату, а на право к Ждановским озерам. Ждановские озер очень красивые. Я там провела все детство. Сворачиваем с Южного шоссе. На повороте у нас написано Солнечный Бор и Сантера Кучковая. Наш дом находится в садоводстве Горняк. Администрация города Всеволожка обещает в течение двух лет здесь положить освадку. На всяком случае, работаете уже в случае, в будущей смены запраты. Ну вот, как видите, мы здесь проехали совсем немножко, наверное, метров 400. Наш первый поворот направо, то есть Садоводство находится максимально близко к асфальтовой дороге к Южному шоссе. На сегодняшний день здесь идут работы по установке Шланг-Баума. Въезд на садоводство Горняк будет, потому что я тоже сейчас контрольно пропускаю. Второй дом от поворота – это дом, который мы будем с вами смотреть. Такие милые ворота на пульте управления открываются. И трам-пам-пам, вот он наш красавчик. Перед нами наш красавчик. Дом площадью 160 квадратных метров с красивой террасой площадью 70 квадратных метров. Дом расположен на участке 10 соток. На данный момент на участке имеются две хозпостройки, зона барбекю. Вот тут вот сзади меня расположен септик. На участке имеется дренажная система, дренажные трубы, водоотвод. Дом заведен, центральный газ, центральный водопровод. Электричество 5,5 киловатт, но есть возможность подключить 15 киловатт. Ну, в общем, все блага цивилизации. Вот, посмотрите, я вышла на улицу. Сделаны, соответственно, дренажные канавы и фундамент углублен на полтора метка по всему периметру участка. Ну, вот такая вот хорошая дорожка у нас вела. По ней подъезжали укатанная мелкой щебенкой. Дом построен в стиле Монт-Лизир, что с французского означает «моё удовольствие». Смотрите, какая здесь бесподобная красивая терраса. Летом здесь, конечно же, можно очень красиво располагаться, принимать гостей, иметь здесь обеденную зону. Можно здесь сидеть, работать, можно здесь танцевать, можно заниматься фитнесом. То есть, зона спорта и отдыха в этом доме уже готова для вашего удовольствия. Значит, дом у нас построен по каркасной технологии. Под домом песчаная подушка глубиной полтора метра. Монолитная армированная плита высотой 30 сантиметров. Крыша покрыта мягкой терапицей. Наверху у нас под крышей имеются вентиляционные отверстия. Такие бесподобные красивые витринные окна. Они покрыты светоотражающим напылением. Окна фирмы Rehau. Ну, посмотрите, ну какая красота! Вот такая красивая входная дверь. Она тоже стеклянная. Дом находится и вся территория под видеонаблюдением. Поэтому прятаться от самих себя вам незачем. А заходить в дом в такую красивую изящную дверь всегда очень приятно. Холл в доме имеет площадь 8 квадратных метров. Справа от холла у нас располагается котельная. Площадь ее 7 квадратных метров. Сюда заведены канализационные трубы. Сюда заведен центральный водопровод и газ. Вы здесь установите газовый котел, насос. И сделаете здесь разводку теплых полов. Наверное, если захотите. Но, может быть, вам это покажется необязательным. Собственник этого дома предполагал, что здесь он будет делать разводку теплых полов по первому и второму этажу. И его смета вместе с материалами, с газовым котлом, с насосом, со всякими переходниками, трубами, утеплителями и с работой составила 600 тысяч. Смотрите, какой огромный-огромный красивый зал. Площадь вот этого вот зала составляет 45 квадратных метров. Высота потолков здесь 3,2 на первом этаже и 3,2 на втором этаже. Общая высота дома внутри составляет 6,400. Вот такое огромное светлое помещение. В этой части у нас находится санузел. Площадь санузла составляет здесь 6 квадратных метров. Сюда заведена канализация. Здесь имеется окошко и вентиляционное отверстие. Здесь у нас имеется кабинетик, комната для гостей, возможно. Ведь к вам будут обязательно в этот красивый дом приезжать гости. И надо же их будет где-то расположить. Где же вы их расположите? Конечно, рядом с самым красивым залом в своем доме. Ну и, конечно, на первом этаже у нас имеется кухня-гостиная. Ее площадь составляет 35 квадратных метров. Два окна. Окна витринные в пол. Окна выходят на террасу. Все окна, да, получается, на первом этаже, кроме окна кабинета, выходят на такую красивую, бесподобную террасу. Представляете, да, вы ее украсите, поставите здесь столики, креслица, цветники. Вот здесь вот у нас выход, получается, в этой части кухни на террасу. Смотрите, как здесь все продумано. Эта часть кухни имеет площадь, которая предполагается под зону приготовления пищи. Здесь выведены все трубы, канализация, подвод воды, подвод газа. И получается, что зонально, да, эта площадь делится на две части, и посередине этой части имеется выход на террасу. Ну, соответственно, если будет зима и холодно, вы, наверное, не будете здесь выходить на террасу, и поэтому будете обедать вот в этой части комнаты. И что, мне предстоит подняться по вот этой вот лестнице на второй этаж. Ну вот, мало того, что в моей работе нужно быть уменной, красивой, разбираться в юридических тонкостях, в недвижимости, в рекламе, уметь общаться с людьми, быть психологом. Так надо еще быть спортсменкой, картофаналкой, активисткой, парашютисткой. Как вы думаете, каждый ли агент может вылезть по этой лестнице, чтобы показать вам вид второго этажа? Смотрите, холл здесь имеет площадь где-то 18 квадратных метров. Из него у нас выходы в комнату, санузел и две детские. Так, посмотрим с вами вашу будущую спальню. Площадь ее составляет 18 квадратных метров. Вот эта вот часть комнаты имеет высоту 1,80 метра. Я здесь спокойно стою, полный рост. Из окошка у нас с вами открывается вид на соседний участок и на садоводство. За сосничком выход к Ждановскому озеру. Тут есть тропинка, и вы сможете спокойно совершать прогулки до озера пешком. Окна у нас фирмы Rehao. На самом деле окна очень качественные, как и дверь входная, в которую я входила. Все имеет очень мягкая, приятная фурнитура, которая очень хорошо установлена и приятна в использовании. Здесь у нас в комнате имеется вход в гардеробную. Площадь гардеробной 8 квадратных метров. Ну и, соответственно, здесь у нас идет вход в две детские. Детские имеют симметричную планировку. Площадь их 14 квадратных метров. Из окон детской у нас открывается вид на соседний дом. Смотрите, какой интересный домик в стиле китайского дворца. Трехъярусная крыша, покрытая мягкой черепицей, такой же, как и покрыт дом, который у нас с вами на видеообзоре. Ну, вот такой вот еще интересный соседский домик уже с красивым садом. И в эту сторону вот такой вот вид. Значит, толщина внутренних стен, перегородок в этом доме 100 миллиметров. В каркас у нас проложена базальтовая плита. Соответственно, все это обшито вот такой вот мембраной. Вот ее фирма. Кто разбирается, я думаю, что в комментариях она не нуждается. Ну, а толщина наружных стен 150 миллиметров. Плюс еще наружная декоративная обшивка. Для постройки дома использовалась шлифованная доска 150 на 100 камерной сушки. Ну, кто понимает в этом, кто уже начал разбираться в стройке, да, то доска камерной сушки – это самая качественная доска шлифованная. Застройщики и производители этой доски говорят о том, что в таком случае дом никогда не поведет и не перекосит. А то, что доска использовалась шлифованная, это значит, что все стыки в доме предельно точные и тоже не будет никакой усадки материала. Ну, вот такой вот у вас будет красивый второй этаж. Здесь вы, конечно, сделаете красивое ограждение с балясинами. У вас будет вот такой красивый вид на свой собственный двор и на соседские дворы. На самом деле, когда здесь находишься, это офигенно красиво иметь такую высоту потолка, иметь такие высокие окна, иметь так много света в доме. Ну, это имеет какое-то, знаете, ощущение, что ты находишься во дворце, да, представьте, вот здесь будет висеть такая красивая люстра, хрустальная, длинная. Может, и не люстра, конечно, может, и не хрустальная, может, вы сделаете какой-то суперсовременный дизайн. Ну, учитывая, что дом построен в стиле Мон Плезир, может быть, у вас будет и хрустальная люстра. А мне предстоит спуститься по вот этой великолепной лестнице. Спуск по лестнице без страховки прошел в штатном режиме. Котенка с таким именем во дворе ждут одни неприятности. А какие они, эти неприятности? А вот увидишь... Они меня ждут, эти неприятности. Я пошел! Идем дальше смотреть домовладение. Ну, согласитесь, что дом имеет поистине дворцовый размах. Для того, чтобы оценить его качество, его площади, вам, безусловно, нужно приехать на просмотр и увидеть все лично. Но в любом случае, я считаю, что вы, приехав сюда, не потеряете зря время. Вам будет интересно, вам будет приятно здесь находиться, потому что дом очень хорош, очень хорошее садоводство, хорошая территория. На улице бесподобно пахнет. Дом ведь у нас каркасник. Обращаю ваше внимание, что внешняя отделка дома выполнена имитацией бруса. Здесь у нас уложена террасная доска из лиственницы. Все это издает такой аромат. В общем, я вас жду. Сейчас мы с вами пройдемся немножко еще по периметру дома. Покажу вам дренажную систему. Здесь по всему участку расположена дренажная система. И происходит отвод воды с участка. Вот так у нас выглядит дом. С той стороны, где нет террасы. Две стороны дома у нас имеют выход на террасу. Две стороны дома, так скажем, задняя часть не имеет выхода на террасу. Здесь у нас бойлерная за этой стеночкой. И сюда у нас подведена газовая труба. И центральный водопровод. Центральный водопровод на самом деле скрыт в земле. И мы люка этого не видим. А это имеется шланг для полива. Здесь у нас еще один дренажный люк. Мы видим. Здесь у нас газораспределительный узел и газовый счетчик. Дальше у нас идет труба в эту часть дома, где у нас расположена кухня. Ну и, соответственно, сюда заходит газовая труба. Ну и здесь у нас наша бесподобная терраса. Ну, что вам сказать еще хорошего про этот волшебный домик. Площадь его бесподобна. Архитектура у него красивая. Крыша у него красивая. Отделка у вас будет красивая. В качестве фундамента здесь использовалась песчаная потушка глубиной полтора метра. И залита армированная бетонная плита высотой 30 сантиметров. Собственник строил этот дом для себя. Но у него столько идей в голове, что он не успевает за ними. Пока он одно строил, ему пришла другая идея в голову. Он построил еще что-то и еще что-то. И поэтому сразу жить в трех домах он не может. И один из них он решил продать. Стоимость этого дома, как и стоимость любой недвижимости у нас, меняется в связи с нашим неустойчивым рынком и политической ситуацией в стране. Но на сегодняшний день цена у нас около 13 миллионов, чуть меньше. Актуальную стоимость этого объекта вы увидите на общедоступных досках объявлений типа Циана, Думклика, Тефинвеста. Или позвонив мне по телефону 8 965 023 099 97. Телефон будет закреплен в комментариях к видео. Этот дом можно приобрести в ипотеку. Соответственно, если вы придете приобретать дом в ипотеку, то вам понадобится 25% от стоимости объекта. Ну и примерно это будет составлять где-то 3 миллиона. Вот жду вас за покупкой. Мне кажется, этот дом не мог вас не очаровать. У меня в продаже, конечно, не только этот дом. Есть разные объекты. Я не успеваю все снимать, потому что мне приходится и договора готовить, и на сделки ездить. И клиенты всегда хотят, чтобы я с ними была от начала до конца. Вот. Возможно, кто-то из вас хочет мне помогать. Присоединяйтесь. Велком. Мой телефон, вы знаете. 8 965 023 099 97. Ну и если вас интересует тема инвестиций, то я могу вам предлагать вкладывать деньги в землю. В землю во Всеволожском районе и в Краснодарском крае, в районе плато Лаганаки. Так что тоже можете звонить мне по этим вопросам. С вами была Мария. Всех вас люблю. Вы это знаете. С вас лайки, подписка и комментарии. Ваши комментарии меня всегда радуют. Очень многие клиенты мне на самом деле иногда звонят и говорят, почему у тебя так давно не было видео? Мы ждем твое видео. А комментарии писать сеть не умеет. Скажите, как это так? Ведь вот я сейчас с вами разговариваю, и вам это приятно. И мне будет точно так же приятно, если вы мне напишите отзыв о моих видео и о моей работе. Сейчас я с вами прощаюсь, но не совсем, потому что мы еще маленечко проедем по садоводству, чтобы вы увидели, какие вокруг дома. Прокатимся по этому садоводству совсем немножко. Посмотрим, что здесь за домики. И слушайте, я забыла в самом начале сказать, как мы едем до Южного, но вы, наверное, уже все знаете. Это Мурманская трасса, это Колтушское шоссе, это Дорога жизни. Время пути составит примерно 10-15 минут от Кольцевой. Ну, или если в километрах, то это где-то там 7-10 километров, смотря с какой трассы вы будете ехать. Вот, собственно говоря, это место очень многие любят. Очень многие меня спрашивают про блудное, но как-то я здесь не брала объекты на продажу и решила по вашей просьбе заинтересоваться поглубже этим садовым районом. Это на самом деле большой садовый массив, и здесь люди строились, строятся очень давно. У меня есть клиенты с очень большим доходом, которые могли бы себе позволить купить где угодно дом, директора разных производств, и тем не менее они выбирают этот массив. Им здесь нравится. Мне нравится, что близко к городу, что близко к южному, что близко к инфраструктуре, что близко к озеру. Вот по этой дорожке через светородство напрямки вы через лес пройдете к Ждановскому озеру, идти тут где-то километр-два. Говорят, что порядка 10-15 минут, и вы на Ждановском озере. Ну и помимо того, здесь сосновые леса, здесь черничники, здесь малинники, здесь брусничники, ну и соответственно здесь, конечно же, грибы. Вот, поэтому место хорошее. Вы можете здесь купить дом, можете здесь прописаться и жить на постоянной основе, и ваши дети смогут ходить в школу. Вот такие здесь не хухры-мухры себе заборчики, соответственно, такие же и хухры-мухры себе домики. Вот такое интересное, уютное место, расположенное рядом с Санкт-Петербургом, я для вас сняла. Присоединяйтесь к моим следующим видеообзорам, к следующим путешествиям. Если хотите, чтобы я что-то сняла для вас, куда еще не добралась моя камера, пишите, я обязательно постараюсь это для вас делать. Все, всех вас люблю, с вами была Мария. Пока-пока.